Всем привет, друзья! Вы на канале Budget Filmmaker. Сегодня мы поговорим об S-Log, а точнее о том, как на практике, в каких именно ситуациях вам действительно нужен S-Log, а в каких от него по-прежнему можно отказаться. Что касается теории, на канале уже было видео на эту тему, и сегодня мы не будем это всё повторять, и вообще на многочисленных каналах это всё уже многократно обсасывалось, поэтому мы поговорим лишь о применении S-Log 3 на камерах Sony, на кроп-камерах Sony, на практике. Поехали! Но пока мы не начали, я напоминаю вам, что спонсор нашего сегодняшнего выпуска – магазин «Фотогора». У них вы найдёте большое количество как профессиональной, так и любительской техники для оборудования вашей домашней студии и для видеосъёмки, что немаловажно. А для тех, кто в ближайшее время планирует покупку, опять-таки напоминаю, что до 1 июля 2019 года по моему промокоду FILMMAKE вы получите скидку 5%. Ссылочки в описании. Итак, представим ситуацию. Яркий солнечный день, лето. Позади меня находится солнце, то есть сейчас я стою в контровом свете. Моё лицо, скорее всего, тёмное, потому что камера на данный момент стоит в автомате. Напоминаю, у нас ISO 100, диафрагма прикрыта до 3,5, потому как у меня нет ND-фильтра, и открыть её ещё шире мы просто не сможем. Выдержка автоматом. По крайней мере, когда я подходил к камере, она стояла 1,2000 и PP-офф, то есть без пикчер-профилей. Вот такую картинку камера может выдать в автоматическом режиме, пытаясь как-то проэкспонироваться по общему, то есть проэкспонироваться по всему кадру, выбрать что-то среднее. И вот такую картинку при этом мы можем получить. Теперь, что же нам делать? Давайте попробуем выставить всё в мануальное и проэкспонируемся по фону. Итак, проэкспонировав по фону, сейчас у нас выдержка стала 1,2500. То есть 1,2500. Не суть. В общем, теперь у нас облака практически не выбиваются. Зебра у меня стоит на 100, и лишь вот на каких-то облачках где-то там чуть-чуть эта зебра проявляется. Но так или иначе, мы проэкспонировались по фону, но что мы видим на мне? А скорее всего, ничего не видим. Я сейчас ничего не вижу, и вы, скорее всего, тоже ничего не видите. Давайте тогда попробуем проэкспонироваться по мне. Теперь, выдержка у нас 1,640, и как вы видите, камера уже проэкспонирована более по моему лицу, то есть оно стало светлее, вы видите какие-то детали, но при этом задник у нас просто уплыл в небытие. И вот как раз для таких и подобных им ситуаций, когда вы стоите возле какого-то светлого объекта, позади вас окно или еще что-то, именно для таких ситуаций у нас и предназначен S-Log3, в который мы сейчас и переключаемся. Итак, и вот у нас, друзья, с вами S-Log3. Для того, чтобы кадр был максимально проэкспонирован, скажем так, и в темных, и в светлых участках, мы с вами накручиваем выдержкой, ставим зебру на 100, и накручиваем ее до тех пор, пока у нас не начнет появляться зебра. То есть, по-хорошему, он должен быть переэкспонирован просто на 2 стопа, да? Но мы с вами можем и больше. Просто камера наша не отображает больше, чем плюс или минус 2 стопа. Но мы с вами будем накручивать до той поры, пока вот на тех самых облаках не появится зебра, установленная на 100, на секундочку. И таким образом, на выдержке 1,002 и ИСА-800, которые необходимы для работы S-Log3, мы с вами получаем вот такую картину, которую в дальнейшем различными лутами, опять же, я не суперспец в покраске, и не буду вам рекомендовать, как вы должны красить, чем вы должны красить. Просто вот буквально какие-то пару вариантов, да, могу попробовать из восстановительных стандартных лутов, которые вы все можете найти в сети. И если хотите, я вам приложу их в описании. И попробовать получить уже вот что-то примерно такое, наверное, более удобоваримое, которое вам понравится. Ну, а сейчас я ради интереса прикрутил на одну 2500 выдержку. То есть, выдержка у нас 2500. Все, любые представления зебры полностью исчезли, со всех облаков. То есть, у нас просто экспонометр показывает плюс 2 и мигает, то есть, больше, чем плюс 2. Но при этом никакой зебры, то есть, никаких 100% во всей области нашего кадра сейчас нет. То есть, из всего кадра мы с вами можем достать детали, если они нам действительно нужны. И вот это как раз те ситуации, когда все детали, абсолютно все, то есть, вот для записи этого блога я спокойно мог бы пренебречь деталями в небе и поставить, как мы делали в ППО, да, проэкспонировать по себе, ну, или что-то такое среднее, чтобы мое лицо было максимально светлым. Или просто, в конце концов, встать в нормальном месте, чтобы на лицо мое светило, а задник у нас был более темный, да, или подсветить его каким-то искусственным светом. Но если мы не заморачиваемся со светом, то просто встать в более удобоваримом месте, в теньке, где на фоне меня тоже будет тенек, не будет вот этого бешеного светлого неба, а будут какие-то кусты, деревья или еще что-то, что-то более темное, как вы понимаете. И, собственно, тогда мы получили нормальную картинку. Но если вы такой вот очень интересный, интересующийся видак, то вполне себе можете воспользоваться слогом, но сразу же в придачу к нему, как и многие, наверное, вам уже сказали, вы получите бендинг. И вот в данном случае у нас есть небо там, там, везде. И вы сейчас наглядно, я не знаю, насколько YouTube поживет качество, можете посмотреть, будет этот бендинг виден или нет. При восстановлении теми лутами, которыми я попробую его восстановить, а это будут стандартные луты для Sony и S-Log3 S-Gamut. Ну а сейчас, друзья, я попробую немного переместиться, чтобы, скажем так, показать вам, каким именно образом желательно было выстроить кадр. Вот буквально вот здесь вот в двух метрах можно было встать по-другому, и изображение было бы совсем иным. И также попробуем там и без профилей, и в S-Log3. Погнали! Итак, друзья, вот вы видите уже совсем другой кадр. И в данной ситуации мы с вами уже можем открыть диафрагму. В данном случае диафрагма у нас 2.0. Выдержка 2500. Опять же, вплоть до тех пор, я ее накручивал, пока вот там вот в небе не появились уже признаки зебры. То есть как только зебра появилась, открутили на один стоп назад и получили ту картинку, с которой в дальнейшем можно будет работать. Да, у нас сегодня очень ветрено, но тем не менее я постараюсь, чтобы звук получился достойным. Вы получите ту картинку, с которой можно будет работать, и даже вот мое лицо и те объекты, которые по сути находятся в тени, они будут нормально проэкспонированы, и опять-таки не будут выбиты все яркие объекты нашей сцены. Ну и, конечно же, сейчас я не вижу, что у меня получается, но я надеюсь, что то, что я говорю, соответствует действительности. Ну и сейчас мы выключим пикчер-профили и попробуем каким-то образом уже проэкспонироваться и посмотреть, какой будет картинка ППОВ. В данном случае у нас также диафрагма 2.0, только ИСа у нас 100, так как мы на ППОВ можем его поставить, и выдержку я накрутил 1250. Все это для того, чтобы я, стоящий в тени, был проэкспонирован примерно так же, как это у нас было на S-Log. Но при этом, конечно же, все, что в небе и любые светлые участки, они выжжены полностью, там 100+, и даже больше. Но опять-таки я напомню вам, что именно вот при такой композиции, пускай там кто-то скажет, что она хреновая, какая-то неправильная, сейчас это не имеет значения, мы не проверяем мои умения выставлять композицию кадра. Я говорю лишь о том, что вот в данном случае необходимость использования лого, она уже сводится к минимуму, так как вот те незначительные детали, которые вот там в небе у нас имеются, они для нас далеко не так важны, как то, что происходит непосредственно в кадре. И по сути, всегда в той или иной ситуации вы можете в какой-то степени пожертвовать незначительными деталями где-то в небе, в облаках, но при этом оставить видимым самое главное. Поэтому, ребята, хочу вам сказать просто, что да, пикчер-профили в камерах Sony есть, это хорошо, они позволяют нам делать что-то, экспериментировать, но не кидайтесь, только купив камеру, скорее использовать и снимать исключительно в них. Вы просто запорите себе большую часть материала. Поэтому даже в ППО можно получить хорошие результаты, а S-Log использовать с умом только тогда, когда вы уже поняли, зачем он, и когда это вам действительно нужно. Всем вам удачи, креативных съемок. Пока.